Производство оба и в России базируется в Бирске уже давно. Менялись названия, но суть осталась прежней. Здесь обувают сибиряков. Наряду с современными автоматизированными линиями в пошиве ботинок присутствует и ручной труд, от которого уйти так и не удалось. К примеру, в литиевом цехе, где подошва соединяется с остальной частью, таких вот кроссовок без традиционного молотка сапожника не обходится. Обстукиваю швы. Для чего это делается? Для лучшей склейки подошвы. Тем не менее, применение современных материалов в настоящее время позволяет фабрике производить конкурентоспособную обувь, говорят на фабрике. Мы проводим регулярное тестирование нашей подошвы, отправляем их в независимую лабораторию в Европу. И нам подтверждают, что наша подошва выдерживает до минус 45 градусов. Она, я гарантирую, что она не лопнет, она не задубеет, соответственно, не станет скользкой. Тем не менее, всегда есть куда стремиться. К примеру, к повышению эффективности производства. Именно для этого фабрика подала заявку и стал участником нацпроекта «Производительность труда», программы которого должны повысить эту производительность на 30%. Самое основное, что мы сегодня считаем, что это сделать единицу продукцию на 30% быстрее. Тем самым у нас появляется возможность в сэкономленное время сделать на 30% продукции больше. За ту же сидистоимость. Реализовывать нацпроект будет команда специалистов регионального центра компетенций. Пилотным подразделением был выбран литьевой цех. Основные шаги наши на ближайшие три месяца будут связаны именно с диагностикой. Понять текущее состояние и сформировать план мероприятий для минимизации потерь и вообще устранения потерь. А дальше мы уже придем к реализации этого плана мероприятия и уже появятся первые реальные результаты. В наш проект «Производительность труда» в Новосибирской области уже вошли 32 крупных промышленных предприятия. Такие, как «Североэлектродный завод», «Сиблитмаш» и другие. Первые результаты говорят о следующем. Вот были на КПД «Газстрой» и зарплата работника на вот этом пилотном участке выросла в полтора, в два раза. То есть это очень четкий экономический эффект. Это один из ключевых проектов, направленный на реальный сектор экономики. Планка, установленная национальным проектом, довольно высока. Поднять производительность труда на предприятии участники в течение трех лет на десятки процентов. Действительно у нас показатели по производительности труда, они же значительно ниже, чем если посмотреть аналитику зарубежных стран. Поэтому расшивается ключевая проблема конкурентоспособности. А вот будет ли этот вопрос решен на фабрике «Обувь и России» мы узнаем через три года. Если ассортимент производителя начнет удивлять потенциальных покупателей, значит с производительностью труда на предприятии точно стало гораздо лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!